Уже с раннего утра на переговоры туда приходят бизнесмены и политики. Сама деловая программа началась с федерального круглого стола. На стенде региона его провели впервые. Темой стало развитие малого и среднего бизнеса. Участники делились опытом, как поддерживают малый бизнес в различных регионах страны и даже в городах Германии. Вице-губернатор Кубани Василий Швец рассказал, какие условия создают для предпринимателей в нашем крае. Сегодня в бизнесе заняты 800 тысяч человек. Мы в каждом муниципальном образовании создали так называемый центр поддержки предпринимательства. Как единое окно, единую точку входа всех вопросов от бизнеса в том или ином районе. Не наездишься каждый день в Краснодар, не наобщаешься каждый день по линии колл-центра и так далее, а обратная связь постоянно нужна. Предприниматель, он, как правило, он же не обязан быть юридически образованным. Он инициативный, он предприимчивый. И вот мы как раз таки вот этими центрами поддержки предпринимательства, мы им помогаем, правильно, такой, как некий навигатор, мы их за руку ведем и показываем, что вот эти программы, одни, эти, вторые, эти, третьи, этим здесь можно воспользоваться таким способом, здесь вот таким. Делегацию Краснодарского края возглавил губернатор Вениамин Кондратьев. Ожидается, что глава региона сегодня проведет ряд встреч и подписаний. Вообще у Кубани в этом году довольно насыщенная деловая программа. У нас 9 федеральных круглых столов будет проходить на стенде Краснодарского края. Также очень большое количество соглашений, встреч с иностранными инвесторами, местными инвесторами. Мы ожидаем очень продуктивные, эффективные ближайшие 2-3 дня. Поэтому видим большой интерес к краю, особенно к инвестиционному ресторану. На экономический форум в Санкт-Петербург Краснодарский край привез как отдельные крупные инвест-предложения, так и комплекс предложений в основных отраслях экономики. Также в рамках саммита Кубань презентует свой новый бренд.